В сегодняшний день Святая Церковь особенно обращает наши взоры к великому подвижнику, святителю Григорию Палами. Этот святитель потрудился очень много в делании умной молитвы. Люди, которые только начинают приближаться к Церкви, к Богу, потихонечку начинают молиться, как могут. Потихонечку обращаются к Богу. Господи, помилуй, Господи, помоги в моих житейских делах, помоги, Господи, моим родным, близким. Кто-то поставит свечку, на этом его молитва и заканчивается. Но вот святитель Григорий Палама говорит о совсем другой молитве, о молитве, которая не только сохраняется в уме, но и наполняет душу и сердце человека, о внутренней, о сердечной молитве. Но начинается все с того, что человек думает о Боге, помнит о Нем и обращается к Нему по любому поводу за благословением. Не просто, Господи, помоги, а уже человек начинает молиться перед всяким добрым делом. Господи, благослови, потому что без Тебя ничего же творить и не можем. А сделал доброе дело или получил какую-то милость. Перед приемом пищи уже обязательно призывает имя Господа. И после обеда всей семьей уже потихонечку начинает Господа уже благодарить. Не только просить, не только и спрашивать благословения на всякое доброе, полезное дело, но и начинает словословить Господа и говорит, слава Тебе, Господи, за все. И вот это потихонечку приближает человека к умному деланию. Вот к этому и поднимает нас сегодня прославляемый святитель Григорий Палама. Он советовал молиться не только монахам, священникам. И многие люди так и думают, это их дело молиться. Мое дело работать, трудиться, кормить семью. Нет, развивает этот миф святитель Григорий. Молиться должны все крещеные христиане, которые отреклись от сатаны и сочетались к Христу. Вот потому в Священном Писании говорит нам, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Причина нашей радости бывает только в непрестанном общении с Богом. Вот это и есть умная молитва, когда ты все, что ты делаешь, ты знаешь, что Бог рядом с тобой. Ты вышел, Он рядом. Ты заходишь, Он смотрит на тебя. Ты делаешь, Он помогает тебе. Ты говоришь с Ним, Он слышит тебя. Ты уходишь, Он бережет тебя. Ты спать ложишься, Он не отступен от тебя. Ты просыпаешься и в первую очередь говоришь, Господи, слава Тебе. Встаешь, делаешь необходимое, снова молишься Ему. Идешь, едешь, беседуешь с живым Богом и чувствуешь, что твоя молитва уже как бы сама собой в уме обращается. Вот к чему нас призывает святитель Григорий Палама. Мы с вами должны, дорогие братья и сестры, особенно великим постом вспомнить еще одну замечательную фразу Христом сказанную. Никак род сей дьявольский не изгоняется, только молитвою и постом. Одно дело поститься. Но если человек постится, чего-то не ест, но не молится, это словно птица с одним крылом. Может ли птица с одним крылом взлететь в небо? Нет. Если человек только молится и не воздерживается от греха, от излишества в пище, в развлечениях, в телесных потребностях, он тоже не взлетает душой своей к Богу. Вот почему Христос и говорит нам об этих двух очень сильных средствах вознестись душою к небу. Молитва и воздержание. И именно этими орудиями изгоняется дьявол, и другими никакими не изгоняется. Никак род сей не изгоняется, только молитвою и постом. А что это за род? Это силы зла. И поэтому, если у тебя, как многие говорят, у меня такое зло на душе, и у меня просто говорят, зла на него не хватай. Мало того, в нас, в христианах, не должно быть зла. А у нее на него еще и не хватает зла. Так его много, что еще всем раздает, а еще и мало кажется. Вот поэтому мы должны бороться со злом внутри себя. А чем? Постом и молитвой. Как побороть себе зло? Силы зла, силы тьмы, как они побеждаются? Молитвой и постом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А женщины говорят грешную. Вот потому частое призывание имени Господня. Это и есть спасительнейшее дело для каждого христианина. Вы слышите, не только для епископов, не только для священников или монахов. Это дело не е. Святитель Григорий, память которого сегодня мы празднуем, призывает всех крещенных христиан непрестанно молиться. Вот почему нам нужна память о Боге. Вот почему нам нужны книги о Боге. Нам нужны люди, которые о Боге говорят. Нам нужны сообщества, где Бога прославляют. И вот тогда у человека представляется совершенно другой путь. Я уже дружусь не с теми, кто хулит Бога. Матерится, ругается и говорит о каких-то плотских утехах. Мне уже это неинтересно. Мне интересно с людьми общаться, которые, как я, ищут Бога. Которые спотыкаются, как я. Которые ошибаются, как я. Но на своем примере они показывают, как молитва помогла им выйти из этой трудной жизненной ситуации. Мне нравится с этими людьми общаться. Не потому, что они хорошие, плохие, богатые, бедные. Я с бедным человеком сяду, и он мне столько расскажет, потому что он немножко духовно богаче меня. У меня, может быть, есть какие-то средства, я из них еще ему помогу. Но духовно он меня обогатил. Мне так радостно стало на душе. Светло. Жить захотелось. Потому что человек открывает мир веры. И он научает меня правильно молиться. Правильно общаться с Богом. Правильно обращаться к Богу, который живой. Значит, каждый из нас может с живым Богом разговаривать, как с отцом. Отче наш, и же и си на небесех. Это не просто слова, дорогие братья и сестры. Это не просто Иисусова молитва, которую оставил нам сам Господь. Потому и называют ее Господней молитвой. Это молитва, которая открывает нам в Боге не наказателя, не праведного судью, а любящего Отца, который всегда ждет своих детей. И если мы дети Его, то можем вот так просто, говорит, Отец мой небесный, Господи, мне так тяжело сейчас. Ты же видишь. И никто не может мне помочь, кроме Тебя. И надеяться мне ни на кого. Сегодня уже и нет возможности. Ты помоги мне, Господи. И ты чувствуешь, как какая-то сила пребывает в Тебе. И ты чувствуешь какую-то сверхъестественную помощь, которая дает Тебе возможность преодолевать эти трудности. И потом, когда Ты преодолел, ты уже не себя хвалишь прекрасного. Это я смог. Это у меня было столько сил. Он говорил, Господи, слава Тебе, что Ты укрепил меня. Господи, благодарю Тебе, что Ты дал мне силы. Не случайно святой Иоанн Кронштадтский говорил, Господи, Ты свет мой, просвети меня. Господи, Ты сила моя, укрепи меня. Господи, Ты спаситель мой, спаси меня. Запомните эту молитву и как можно чаще. Вот с этой молитвой обращайтесь к Богу. Он свет, Он сила, Он спаситель. Вот почему так важно научиться и нам с вами, живущим среди шумных городов, работающих на различных предприятиях, заводах и учреждениях, непрестанно молиться. Вот возьмите для себя, а я Вам хочу посоветовать сегодня, правила на грядущую неделю. Попробуйте. Это как раз неделя Григория Паламы. Для чего нам неделю церковь целую дает? Подумай о его подвиге, о его умной молитве, о его духовном созерцании. Чтобы свет Христов увидеть, нужно непрестанно молиться. Нужно беседовать с живым Богом. Тогда этот свет, просвещающий всех, и Тебя просветит. Попробуй. Ты увидишь свет Христовой Пасхи. Он уже скоро, он воссияет. Он уже в душе верующего человека зарею восходит. И нам так важно сейчас к нему обратиться, к этому свету. Господи, Ты свет мой, просвети мое темное царство души. Ты силы мои, укрепи мои немощные силы, которых уже не остается. Спаси меня, Господи, от всего того, что вокруг происходит. Дай мне правильный путь. Дай мне направление моей жизни. Дай мне, Господи, никого не осуждать. Никому не досаждать. Дай, Господи, относиться ко всем с почтением. Поэтому вот на недельку, давайте попробуем усердно помолиться. Как минимум сто Иисусовых молитв вот на этой неделе каждый день творить. Кто как может, но только с Господом. Пример один в конце приведу вам. Как важно призывать имя Господа. Ведь сам Христос говорит, кто призовет имя Господне, спасется. Услышите? Ты спасешься. Может, что-то вокруг такое у тебя случится. Такие непредвиденные обстоятельства. Мы видим, какие обстоятельства случаются вокруг нас сегодня, внезапно. Вот представьте, просто ты идешь и молишься. И вдруг что-то непредвиденное происходит, что отнимает твою душу от тела. И ты погибаешь внезапно. Но ты в это время говорил Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, благослови, Пресвятая Богородица, спаси нас. И Господь говорит, в чем застану, в том сужу, представляете? Вот если в эту минуту ты вдруг раз, и вот все, пресеклась твоя жизнь. Внезапно. Где ты будешь с Господом? Разве Отец Небесный забудет тех, кто все время с Ним собеседует? Мы же понимаем, что мы все умрем. Но где обрящемся? Если здесь с Господом поживем, там и с Господом будем. И таков всегда с Господом будем. Один подвижник молился в келье, старался тоже собеседовать с Господом. Ну и у каждого из них есть свои труды, свои рукоделия. Кто-то делал корзины, кто-то плел, кто-то трудился. Вот они в келье делали, один такой подвижник был. И делал, делал, трудился, трудился, и вдруг демоны являются ему. Он так посмотрел, посмотрел, да что же это такое, да как? И начинают отбиваться от них, они его вытаскивают из кельи. Да что же это такое, да как же это, отойдите от меня, сгиньте там начался. И потом уже так как бы обессиливает, чувствую, что они его вытаскивают. Он говорит, господи помилуй, да что же это, господи, где же ты? И сразу раз, все исчезло. Он в страхе, запыхавшись, встал на колени. Господи, да как же так, почему же это все явилось мне? Да за что же это, господи, почему же ты меня оставил? И ему был голос, я тебя не оставлял. Как только ты призвал меня, я сразу был с тобой рядом. А когда ты сражался один, ты понял, что значит сражаться без имени Господни. Вот так с любовью своих подвижников Господь поправляет. Поэтому, дорогие мои, постараемся все, что мы делаем, испрашивать благословение. Господи, благослови, помилуй, вразуми. Ну что мне? Раз, сел, откуда мысли появляются? Как-то все нормально складывается, все, да, слава тебе, Господи, сделал. Не забудь Господа поблагодарить. Итак, на грядущую неделю Иисусову молитву творим хотя бы сто раз в день. Больше можно, меньше, ну если получится. Не считайте по пальцам. Просто молитесь как можно чаще. Святые отцы так и говорили. Сейчас много людей, которые не могут долго молиться. Большие кафисты, там, псалтырь долго читать. Не могут, сил уже нет. И они говорили, молись меньше, но молись чаще. Запомнили? Вот уже меньше, чем Иисусову молитву, уже нельзя. Но чаще можно. И вот едешь, что бы ни делать, у тебя даже не считают, у тебя больше получится. А так потихонечку навыкнем, и так вот всегда с Господом будем. До Пасхи будем. А потом после Пасхи вообще не захочется расставаться с именем Христовым. Потому что там же вообще имя зазвучит совсем в другом свете. Там уже будем Христос воскресе. Воистину воскресе непрестанно говорить, если доживем. И так снова Господа призывая, будем со Христом. Вот этого мне хотелось бы всем вам пожелать, дорогие. И пусть Матерь Божья, Пресвятая Богородица, помогает всем нам сегодня постоянно помнить Сына Ее и Бога нашего. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.